Одной из ключевых задач внешней политики является развитие экономической дипломатии, налаживание бизнес-контактов и выход на мировой рынок отечественной продукции. В этом ключе государством за год был проделан определенный объем работы. Прежде всего, по оптимизации логистики, Кыргызстан расположен между Европой и Азией на маршруте Великого Шелкового пути. Занимая удобное географическое положение на торговых путях, наша страна может стать мостом между Востоком и Западом. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по открытию южного воздушного коридора, который укрепит воздушные сообщения между Кыргызстаном и Китаем. К слову о сотрудничестве двух стран. Одним из важнейших совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» рассматривается проект строительства железной дороги Китая-Кыргызстан-Узбекистан. Его реализация будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центрально-азиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба. Техника экономического обоснования проекта завершена. Наряду с этим государство продолжит строительство железных и автомобильных дорог, чтобы соединить все провинции, города с севером и югом. И вот теперь, что касается транспорта и дорог. За два года построено и заасфальтировано без малого 1400 километров дорог. Отрасли выделено почти три сотни единиц дорожно-строительной техники. И, конечно, еще одним знаменательным событием уходящего года стало продолжение ремонтных работ внутренних аэропортов в Казармане, Нарыне, Кирбене, Таласе и строительство двух новых аэровокзалов в Караколе и Тамчи. В Караколе удлиняют взлетно-посадочную полосу и строят новый аэровокзал, а в воздушной гавани Баткена в этом году был завершен ремонт взлетно-посадочной полосы. В целом же, дальнейшая реализация таких проектов и инициатив позволит Кыргызстану выйти на новый уровень транспортно-логистической коммуникации с внешним миром. Каждая копейка, потраченная на строительство дороги, приносит в пять раз больше прибыли. Снижаются затраты на логистику, доставку товаров, оживает маршрут между регионами, улучшаются торговые связи как на местном, так и на международном уровне, развивается туризм. Общая протяженность автомобильных дорог в Кыргызстане составляет 34 тысячи километров. Из них 4163 километра имеют статус международных трасс, 5678 километров республиканского значения и 8969 километров местного уровня. Из них 7228 километров дорог имеют асфальтобетонное покрытие и отвечают международным стандартам качества. Но подавляющее большинство из них все же требует капитального ремонта. Для Кыргызстана горной страны, не имеющей выхода к морю, роль автомобильных дорог в жизни неоценима. Отрасль является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, укрепления межрегиональных и международных связей. В последние годы государство выделяет миллиарды на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. В результате за последние три года по республике было построено и отремонтировано более тысячи километров дорог. Автодорога Ош-Баткен-Разаков ремонтируется за счет республиканского бюджета. В этом году из 47 километров дороги отремонтировано 13 километров. Реконструкция автодороги Балахчи-Баканбаев-Барсхон. В прошлом году был уложен первый слой асфальта протяженностью 18 километров. В этом году на этом участке уложен второй слой асфальта, а также реконструирован конец 40 километров дороги. А дорога Балахчи-Челпаната-Корумду протяженностью 104 километра практически достроено. 88 километров из которых заасфальтировано. В этом году проложен второй слой дороги – 10 километров. Первый и второй слой асфальта уложены на протяжении с 10 по 23 километры. Из 52 километров дороги Тупкоген, включающей дорогу Каркара, Турух, Сарыджас проложено 10 километров первого слоя асфальта. В 2023 году были заасфальтированы большинство внутренних улиц, а также дороги международного и местного значения. В общей сложности планировалось заасфальтировать 621 километр, а фактически проведено устройство асфальтобетонного покрытия на более чем 673 километрах дорог. Таким образом, план перевыполнен на 108 процентов. Для сравнения, в 2021 году было проложено чуть больше 230 километров дорог, в 2022 около 500 километров. С увеличением объема средств, выделяемых из казны, дороги стали строить не только в кредит при содействии иностранных компаний, но и силами отечественных предприятий. Строительство автомобильных дорог Ошбат, Кенрозаков, Алабука, Джаны-Базар, Кировка, Балыкчи, Боконбаева, Каракол осуществляется за счет государственного бюджета. Дороги дают возможность развиваться, увеличивать доступ к необходимым местам следования, а хорошие дороги еще и значительно сокращают расстояние. Строительство большинства трасс имеет стратегическое, экономическое и социальное значение. Увеличиваются объемы торговли между регионами, да и странами. Развивается международный и внутренний туризм. Красивая, широкая, ровная трасса Бишкек-Карабалта, назначение стратегическое, соединяющее север и юг страны. Реабилитации 52 километров дороги занялись в 2017 году. Сложностей в прокладке трассы было немало, как финансовых, так и технических. Но к концу 2022 года завершить реабилитацию трассы задачу всем ответственным ведомствам поставил президент Садырджапаров. Сам ремонт трассы завершили. Установили разделительные бордюры, отбойники, провели освещение, завершили подземные переходы и не только. Дорога Бишкек-Карабалта протяженность 52 километра. В прошлом году были завершены все ремонтно-строительные работы. Еще год отводился для выявления каких-либо дефектов. За этот период на всем протяжении участка было выявлено около 7 процентов дефектов и нарушений. Это в основном колеи или же неровности на верхнем слое асфальта. Сейчас подрядчик устраняет все дефекты за свой счет. Сейчас же по ровной дороге значительно сократился путь следования. Если раньше из Бишкека до Карабалты на общественном транспорте доезжали за полтора часа, то сейчас за 40 минут, а на легковом авто и того меньше. И самое главное, согласно данным ГУБДД, почти на 20 процентов сократилось число дорожно-транспортных происшествий. А это альтернатива дороге Бишкекош. Противоположное направление, но цель одна – соединить дорожными артериями север и юг страны. Маршрут пролегает от города Балыкчи до города Джалабада. Отметим, что строительные работы по проекту начались еще в 2014 году. И на сегодняшний день альтернативная дорога Север-Юг имеет стратегическое, экономическое и социальное значение для развития страны. Проект реализует китайская компания. Строительство данной дороги позволит сократить транспортные пути и, соответственно, расходы на пассажирские и грузовые перевозки из южных регионов в Нарынскую, Иссыкульскую, Чуйскую и Таласскую области. После завершения строительства улучшится доступ к разрабатываемому угольному месторождению Каракиче, золотородному Макмалу, а также к участкам Камбаратинских и Тугустоурусских ГЭС. Гордость проекта – два эстакадных моста на автодороге Орал-Казарман в 100 километров. Их сдали в общее пользование еще в 2021 году. Теперь на очереди туннель на перевале Кокарт. К слову, он является самым длинным в стране протяженностью 3890 метров. Высота свода туннеля составляет 9, ширина – 10 метров. Это позволяет обеспечить свободное двухполосное движение второй технической категории. А на перевале Туашу проводился ремонт туннеля имени Кульбаева. Было заменено асфальтное покрытие значительно улучшили освещение. Предыдущий ремонт в туннеле проводился в начале 2000-х. Также в 2023 году начались закупки битума, используемого для качественного строительства дорог. Договор заключили с Российским заводом. По поручению главы государства Минтрансуд удалось договориться на закупку 70 тысяч тонн битума напрямую с завода-производителя по выгодной цене. Что касается дорожных знаков, их ранее выпускали частные компании, а с марта их начало выпускать само министерство. Цех в государственном учреждении производственно-инновационном центре может выпускать более 200 дорожных знаков в день. Стоимость на срок от 7 до 10 лет значительно дешевле, чем те, которые ранее производили частные компании. С открытием мастерской по производству дорожных знаков были созданы новые рабочие места. В этом году значительно обновился и автопарк Минтранса. Самосвалы, автогрейдеры, транспорт для перевоза битума, бульдозеры, экскаваторы и другая техника. Всего порядка 265 единиц было поставлено этим летом. Ранее дорожная техника приобреталась главным образом в кредит или за счет грантов. А с прошлого года такие закупки осуществляются за счет республиканского бюджета. Государство выделило на эти цели около 5 миллиардов сомов. До 2026 года будет закуплено около 700 единиц спецмашин. Со стороны Минтранса завершены работы и в аэропортах, на рынках Зарман, Талас, Джалабад и Кербен. Проложен новый асфальт на взлетно-посадочных полосах. И полностью проведен ремонт перонов. Кроме того, намечено значительное расширение аэровокзала аэропорта Манас и введение в работу региональных воздушных гавань. В 2024 году по аэропорту Манас рассматриваем два варианта. Расширение существующего аэровокзала или же строительство нового терминала. Этот вопрос, мы сейчас как раз над этим вопросом работу проводится. Также вот по региональным аэропортам, если сказать, мы со своей стороны аэропорт Манас уже все ремонтно-остановительную работу завершили. Некоторые аэропорты, даже авиакомпании уже провели аудиты и сейчас они изучают рынок. Один из первых аэропортов мы Баткен уже ввели. В данное время уже ежедневно выполняет уже авиакомпания рейсы. Что касается аэропорта Кирбен, аэропорта Кирбен уже тоже мы свои ремонтно-остановительные работы все завершили, сертификат соответствую получили. Авиакомпания аудит свою сделал, изучает рынок. В новом году будут значительные изменения и в главной воздушной гавани страны. Первым делом это обновление авиационного парка. В 2023 году по инициативе нашего уважаемого президента Садыра Нургоджевича Джапарова мы открыли дочернюю компанию аэропорта, называется Осман Эрлайнс. На эту компанию мы купили два воздушных судна Bombardier Q400 Dash 8 компании The Havilland Aircraft of Canada. Это канадская компания производителей. Мы там купили турбовинтовых два самолета, 80 пассажирских мест. Эти самолеты будут летать, закрывать внутренние рейсы страны. Тем не менее, показатели чистой прибыли международного аэропорта Манас увеличились на 48%. И по предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности в этом году составили 6 миллиардов сомов. Международный аэропорт Манас вошел в список одних из лучших дохода, приносящих объектов страны. Прибыль этого года удалось увеличить на 10 миллиардов сомов больше. Это по сравнению с прошлым годом на 20%, а за три года увеличили на 50%. Хорошие условия для совершения полетов, возможности для передвижения как воздушным, так и наземным транспортом значительно увеличивает туристический поток. А хорошие дороги, это еще и визитная карточка страны, значительно сокращают путь следования, создают удобство и комфорт. Немаловажную роль в этом играет и дорожная инфраструктура, ограждения, остановки, туалеты, пункты отдыха. И не только все это положительно отражается на имидже страны. Условия создаются для всех и здесь важно сохранить, приумножить и развить. Надежда Усова, Азамат Кадртуктоев, Аллато, 24.